Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, ЕС прощается с украинской трубой. Кто станет за нее бороться, а кто понесет убытки? Евросоюз не намерен просить Украину продлевать договор о транзите российского газа на территорию объединения, который истекает в конце 2024 года. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Тим МакМафи. Мы ясно дали понять, что не будем подталкивать Украину к продлению этого соглашения, сказал он. Александр, так что будет с транзитом и что нам ожидать от будущего? Ну, забавно, что мы с вами, знаете, вроде как уже все проговорили, уже все все понимают, но наши европейские партнеры со всех сторон замечательные каждый раз дают повод вновь поговорить про вопрос транзита. Ну, во-первых, спасибо этому деятелю. Если бы не он, если бы не его коллеги, я боюсь, Газпрому на третий квартал 2024 года пришлось бы немножко напрячься. О чем речь? Речь о том, что где-то с января 2024 года началось снижение, ну, собственно говоря, снижение газовых котировок шло и до января. Ну, вот с января оно приобрело довольно-таки такой выраженный, уверенный, выраженную уверенную траекторию. И опустились газовые котировки постепенно до отметок ниже 300 долларов за тысячу кубических метров. Тут стоит понимать, что в газовых контрактах, которые подписывает Газпром, точнее, в действующих долгосрочных контрактах на поставку газа, который осуществляет Газпром в адрес своих европейских контрагентов, формула цены привязана к биржевым котировкам в Европейском Союзе. То есть, вдруг вы не относитесь к нашим постоянным слушателям, вот специально для вас проговариваем еще раз. Постепенно Европейский Союз настаивал на том, что нужно отказываться от нефтяной привязки в долгосрочных контрактах и переходить на биржевую привязку в долгосрочных контрактах. Это привело к тому, что со второй половины 2010-х годов в долгосрочных контрактах Газпрома, действовавших на тот момент, обновлявшихся к тому моменту, стали пересматривать формулу цены с нефтяной привязки на биржевую привязку. Формула цены – это, в общем-то, буквально формула, в которой прописываются определенные продукты, нефтепродукты, если это нефтяная привязка, либо определенные биржевые котировки на определенных биржах за определенный промежуток времени берущиеся. И вы, подставляя вот эти вот индикаторы в свою формулу, получаете цену. То есть, в контрактах не прописывается цена, в контрактах прописывается формула цены, потому что внешние условия меняются, цена газа, соответственно, будет меняться вслед за ними. И вот, цена газпромовского газа, поступающего в Европу, зависит от биржевых котировок в Европе. Хотя сам газ, подчеркиваю, сам газ газпромовский, на бирже не торгуется, но для определения его цены берутся биржевые котировки. Так у всех поставщиков, кто поставляет газ в Европу. Долгий период был споров, мол, ребята, зачем вам это надо, подумайте. Это менее стабильно, это более волатильно. Давайте оставим нефтяную привязку. И, в принципе, да, как показали события энергетического кризиса 21-24, по сути, годов, нефтяная привязка была бы выгодней по действующим контрактам. Но мы имеем дело с уже случившимся фактом, то есть переключением на биржевую привязку. И это для нас в текущей ситуации означает следующее, что если в первом квартале происходило вот такое резкое снижение котировок, то значит во втором квартале цены преимущественно по контрактам Газпрома зависят от вот этих снизившихся котировок в первом квартале. То есть биржевые котировки первого квартала перекладываются фактически в цену на второй квартал. Довольно просто, как мне кажется. А так как наши дорогие партнеры раз за разом решили повторять, что... Вы знаете, мы отказываемся. Точнее, раз за разом наши европейские партнеры последние месяцы повторяют нехитрую мысль, мол, мы не будем настаивать на продлении транзитного контракта между Газпромом и его вот украинскими контрагентами. Ну, в данном случае с оператором газотранспортной системы Украины. То есть мы не настаиваем на том, чтобы подписывался новый контракт. То каждое подобного рода высказывание отчасти поддерживает рост котировок. Потому как если мы посмотрим, я надеюсь, ловкий монтажер прикрепит соответствующий график. Если мы посмотрим на, скажем, котировки на ТТФ, это крупнейшая газовая биржа в Европе, то мы увидим, что котировки стали расти. Да, разумеется, у них там происходит некоторое колебание, но сейчас, если пересчитать в доллары за тысячу кубических метров, сейчас вот когда мы говорим, когда мы записываем этот ролик, котировки на ТТФ составляют порядка 370 долларов за тысячу кубических метров. Не сказать, что это какая-то фантастическая величина. Мы помним, что 2-3 года назад котировки достигали 3600 долларов за тысячу кубических метров, но это все-таки была аномалия. А вот 370 долларов – это вполне нормальная величина. И вот возвращаемся к теме Украина, транзит, вот это вот все. Заметьте, как тонко, как дипломатично высказываются наши европейские партнеры. В том смысле, что мы не настаиваем, мы не требуем, мы не пытаемся сподвигнуть. Вот как-то так. То есть они не говорят, мы против транзита через Украину. Никто так не говорит. Все говорят, мы не будем подталкивать украинскую сторону для того, чтобы она заключила новый транзитный контракт. Хорошо. Следующий вопрос. То есть вы против транзитного контракта? Этого никто не говорил. То есть они не против транзитного контракта, они просто не настаивают. Не подталкивают, не требуют. Зафиксировали. Далее. А если контракта не будет? Можно ли осуществлять транзит? Можно. Есть другие механизмы. Напомню, что в 2019 году украинская сторона в лице Нафтогаза тогда еще настаивала на том, что нужно переходить на аукционную систему взаимоотношений, как везде в Европе. Правда, везде в Европе это в условиях развитой газотранспортной системы, где вы действительно можете выбирать какие-то разные маршруты поставок своего газа и приходить на разные аукционы разных операторов газотранспортных систем разных стран, выбирая более удобные, более дешевые, более выгодные для себя решения. В условиях Украины аукцион это бред сивой кобылы, потому что у вас один поставщик газа, который может прийти на этот аукцион, и один маршрут. Ну, понятно, что несколько труб, но они в общем-то и целом идут все с востока на запад. Все. Ну, тут можно сказать, но ведь есть еще периодический реэкспорт... Не реэкспорт, что вы, что вы. Никакого реэкспорта нет. Есть ведь еще реверсные поставки со стороны Европы, поэтому кто-то из европейцев может прийти и поставить газ. Да, может, но это настолько исчезающая малая величина, которая в принципе, ну, ее в принципе можно игнорировать в данной ситуации. Далее. Кроме того, ну, никто не мешает проводить аукционы специально для вот этих поставщиков. Тут транзитный контракт для поставок фиксированных объемов с востока на запад, а там, пожалуйста, проводите аукционы, если у вас есть свободные мощности. Кто вам мешает. Просто одновременно проводить на Уренгой, Помар и Ужгород аукцион для поставок с востока на запад, из запада на восток, ну, мягко скажем, будет немножко бредово по той банальной причине, что одновременно в одной трубе не может быть два встречных потока газа. Поэтому аукционную систему отбросили, тем более, что украинская сторона хотела буквально в 10 раз увеличить плату за транзит в рамках этой вот аукционной системы. Потом так и быть, всего в два раза увеличим с вас плату за транзит. Ну, в общем, не договорились на тот момент, заключили действующий до конца 24-го года контракт. Вот, пожалуйста, 24-й год, контракт все еще действует. Но, тем не менее, идея аукционной системы никуда не делась. Можно ли теоретически после 24-го года перейти к аукционной системе? Украинская сторона говорит, нет, мы не будем договариваться с «Газпромом» о любых формах поставки газа через нашу территорию. Будь то транзитные контракты, будь то аукционная система, а не с «Газпромом». А вот тут уже уточнений нету. То есть, если чисто теоретически, чисто теоретически, компания ОМФАУ, австрийская крупная компания, заключит доп. соглашение к действующему контракту с «Газпромом», в котором пропишут, что точка сдачи российского газа переносится из Баумгартена, это, собственно говоря, в Австрии крупный газотранспортный узел, там же, собственно, располагается центрально-европейский газовый хаб. Вот. То есть, из Баумгартена точка сдачи переносится на какую-нибудь географическую точку, которую назовут российско-украинской границей. Может так быть? Может. И потом компания ОМФАУ, чисто теоретически, может прийти на аукцион к компании-оператор газотранспортной системы Украины и сказать, ребята, вот у нас есть такие-то объемы, точнее, будут в такой-то момент такие-то объемы, нам надо их поставить вот туда-то, туда-то. Вот, пожалуйста, в Баумгартен. И дальше раскидать по разным направлениям в рамках Австрии. Можем мы так сделать? И, о чудо! Чисто теоретическое чудо, конечно же. Но подобная схема вполне может работать. Я не утверждаю, что именно так сделают. Тем более, знаете, ситуация, она довольно пластична. И в плане географическом тоже довольно пластична, прямо скажем. Вот пока мы записываем этот ролик, ситуация меняется. Понимаете? Вот мы ролик записываем, а география меняется. Вот в интересное время живем. Мы ролика записываем, а там где-то меняется география. Вот интересная ситуация. Вот. И мы пока не знаем, как именно изменятся вот эти условия географические, как политическая карта, реальная, а не нарисованная, изменятся к концу 2024 года. Но если мы исходим из текущего положения вещей, то даже если мы серьезно воспринимаем все, что говорят и европейские партнеры, и украинские вот эти вот деятели, то это не противоречит возможности использования аукционной системы с участием европейских компаний, которые будут брать российский газ на российско-украинской границе и дальше его гнать по своим нуждам. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на Александра Фролову, подписываемся на геоэнергетика.инфо в Дзене, в Телеграме, на Ютубе обязательно. Все ссылки будут в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях решения монетизации на Ютубе. Спасибо. До новых встреч. Всего хорошего. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала «Независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика.инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем Телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, Вы нас можете видеть в Зене, Вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсор РУ. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением, с напоминанием о том, что если Вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика.инфо» продолжал развиваться, нам необходима Ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова